Всем привет! Сегодня я к вам с рецептами из слоеного теста. И первый цепь это слойки с луком и яйцо. Два вареных яйца. Нарезаем на маленькие кубики. Туда же добавляем 20 грамм измельченного зеленого лука. 60 грамм сыра. Трем на крупной терке и добавляем к начинке. Соль и перец по вкусу. Заправляем двумя столовыми ложками сметаны и перемешиваем. Начинка для слоя готова. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Выкладываем в слоеное тесто дрожжевое 250 грамм. Слегка раскатываем. Не забываем, что его нужно заранее разморозить. И делим тесто на квадраты. В середину каждого квадрата выкладываем начинку. Края оставляем свободными. Края смазываем яйцом. Я посыпала кунжутом. Можно посыпать маком. Или оставить просто так. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут. И вот такие вот ароматные, очень вкусные слойки получаются. Это моя любимая начинка. Отличные ленивые пирожки. А это слойки с творогом и сыром. Просто объедение. Для начинки берем 180 грамм творога, одно яйцо, соль и перец по вкусу. Разминаем вилкой. Натираем 60 грамм сыра. И добавляем к нашей начинке. Еще раз все перемешаем. Начинка готова. Также рабочую поверхность посыпаем мукой. 200 грамм размороженного слоеного теста. Любого. Слегка раскатываем. И выкладываем начинку на край. Теперь осталось свернуть плотный рулет. Края соединяем, чтобы рулет не развалился. И нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем наши заготовки на противень. Противень я носила пергаментом. Слойки смазываем яйцом. Также посыпаем кунжутом или маком. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут. Вот такая вот красота получается. Очень вкусно. Удобно перекусить или взять с собой в дорогу. А также на работу или на пикник. А это слойки пиццы. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Размороженное слоеное тесто. 400 грамм. Режем на равные части. У нас должны получиться квадраты. Каждый квадрат немного раскатываем. С краев сворачиваем и формируем лодочку. Вот такая лодочка должна получиться с бортиками. Берем 2 яйца, соль, перец по вкусу, яйца взбиваем вилкой и выливаем яичную смесь в наши лодочки. Теперь немного смазываем края. И готовим начинку. У меня это помидоры черри. Моцарелла. Оливки. Посыпала кунжутом. Второй вариант это колбаски. Шампиньоны. Также оливки. Еще один вариант я сделала. Готовый фарш. Перец или помидор. И зеленый лук. Просто и красиво. Каждую лодочку посыпаем сыром. Примерно 180 грамм нам понадобится. И запекаем при 180 градусах 25 минут. Вот такие вот очень вкусные лодочки у нас получились. А это слоеные корзиночки с фаршем. Нам понадобится 250 грамм фарша, соль и специи по вкусу. Перемешиваем. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Раскатываем 250 грамм слоеного теста. Также любого. И нарезаем его на равные квадраты. Каждый квадратик помещаем в форму для кексов. В серединку по капельке кетчупа. И формируем фрикадельку. Помещаем в нашу корзиночку. Натираем 100 грамм сыра. И закрываем фрикадельку с сыром. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут. Вот такая вот красота получается. Очень понравилась детям. Сочно и вкусно. И еще один рецепт это слоеный пирог с фаршем. Берем 350 грамм фарша. Солим. Добавляем любимые специи. И перемешиваем. Также рабочую поверхность не забываем посыпать мукой. Размораживаем 400 грамм слоеного теста дрожжевого. Режем на равные полоски. Каждую полоску напополам. Теперь на полоску намазываем фарш. И сворачиваем рулет. Форму смазываем растительным маслом. И выкладываем наши заготовки. Плотно друг к другу не прижимайте. Так как тесто дрожжевое и оно будет увеличиваться в объемах. Смазываем все яйцом. Ну и как обычно я посыпала все кунжутом. Больно уж он мне нравится на слоеной выпечке. Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов. 25-30 минут. Вот такой вот пирог получается. Очень вкусно, просто и сочно. Если вам понравились рецепты, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А в описании вы найдете ссылку на мой второй канал. Где много рецептов тортов, десертов и различной выпечки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok